Всем привет! Сегодня на разборке модель прямострочки ISU Ну и точнее машина C25 Хотя она сделана в Китае Относительно свеженькая Ну, давайте посмотрим, что она из себя представляет Итак, заявлено 62 Вт Так, смотрим на движок Ну, в общем-то, да 60-ваттный движок И, скорее всего, 2 Вт отъедает вот эта светодиодная подсветка Ну, сделана, в общем-то, добротно Давайте поговорим сначала о плюсах Ну, как вы понимаете, это вообще такая ультрабюджетная моделька Такая бюджетная очень серия Ну, и поделюсь просто своими впечатлениями, своим отзывом Не так давно уже на канале было видео про бюджетную линейку джиномешек Ну, и как бы если сравнить с джиномешками Есть плюсы, есть минусы, есть особенности Ну, и в целом, касательно вот этой модели Ну, тоже есть уже определенное мнение Если вкратце сказать Хотя резюме я подведу позже Но она достойна своих денег По крайней мере, что нравится Во-первых, есть вот они металлические направляющие Кроме того, по трикотажным строчкам Есть возможность корректировать и контролировать шов Потому что не на всех бюджетных моделях это есть Кроме того, ну, сделана довольно-таки добротно Хотя вот для своего ценового диапазона Ну, не скажешь, что это машина Итак, помимо плюсов Какие есть грабли Какие есть моменты, которые лично мне не понравились Опять-таки Если сравнивать с теми же джиномешками Нету вот этих пыльников Ну, так называемых фетровых прокладок Ни здесь, ни там Где могла бы собираться смазка Ну, для вас это означает Что под нагрузочкой машина Ну, довольно-таки часто будет требовать смазки Нужно будет ее разбирать Ну, благо в разборке она не такая уж и капризная Ну, по крайней мере, что есть, то есть Следующий момент Пожалуй, наверное, это то, что Здесь, вот обратите внимание Уже тоже пошли по пути улучшения Пластиковая деталь Пластиковое колено Ну, не скажу, что это плохо По крайней мере, это вот слабый элемент Это один момент Второй момент Где-то, наверное, это тоже недостаток Потому что, если забивается нитка То на большинстве машин Этот узел можно вообще, в принципе, раскрутить То здесь, чтобы разблокировать Ну, тут уже проблема Необходимо разбирать машину Вот, чтобы хоть как-то подлезть И начинается определенная сложность В отношении с самой вообще машиной И с самим обслуживанием Дальше Плюс или минус Но, видим, уже дюралевая рамка Вместо остальной гнутой пластины Ну, и нету никакой ни втулки, ничего Хотя, тело, ну, довольно-таки классное Ну, я имею в виду тело Сама вот эта конструктивная особенность В принципе, если вы будете регулярно смазывать Я в ссылке оставлю описание на видео Тут вот, как бы, грабельки были с бразером Вот, у них такая тоже есть заморочка Из дюраля или из легких сплавов Делать вот эту рамку Есть определенные моменты Но, если их учитывать То, в принципе, проблем не будет Что касается дальше плюшки Ну, классно то, что есть нить-овдеватель Но, опять-таки, минус, наверное, то Что вот этот вот пластиковый эксцентрик Для регулировки положения иглы Вот это, наверное, пожалуй Ну, особенность всех бюджетных моделей Кроме того, опять-таки Все то же самое, как на бюджетных моделях Вот этот вот узел Который отвечает за Продвижение зубчатой рейки пластиковой Ну, это для вас означает то Что под нагрузочкой этот узел, увы, долго не протянет И если вы хотите на этой машинке шить Что-то плотное, регулярно Машина отработает Своё, но надолго её не хватит Потому как, ну, иногда бывает Под нагрузкой разламывается Вот этот пластиковый узел И, увы В некоторых случаях получается отреставрировать А в некоторых, ну, однозначно машина в утиль Но, опять-таки, не всё так печально По крайней мере, вам важно понимать Что машины, в общем-то, хватит надолго То есть это, ну, не проблема Это не страшно Всё то, что показано Ну, опять-таки, это лично моё мнение Если сравнивать с другими моделями С другими машинами Наверное, хотелось бы вот этот узел Ну, такой более основательный иметь Хотя, опять-таки, в принципе Сделано довольно неплохо Это, ну, не просто пластик Ну, а дополнительно, вот, видимо Ещё усилено металлическими пластинами В принципе, как бы, ну, имеет место быть В отношении своей ценовой категории Ну, довольно-таки классный вариант Что хочется сказать, в общем, конкретно За эту серию ISU Опять-таки, можно назвать это сборной солянкой Почему? Что-то взято с Джанаме Что-то взято с Бразера Что-то взято с Минерва Что-то взято с других моделей Что-то взято с Ягуара И так далее Вот, ну, лично моё впечатление Вот, когда попадаются машины в разборку Это похоже на бюджетные машины из Европы Которые делают во Вьетнаме И они поступают на европейский рынок И так далее Ну, почему так? Ну, определённые винты, которые используются Определённые конструктивные особенности Скорее всего, наверное, это связано С определёнными патентами Потому как фирмы обычно Просто берут какую-то базовую конструкцию И на базе этой базовой конструкции Что-то лепят своё Как правило, зачем изобретать велосипед Если можно усовершенствовать И модернизировать то, что есть Ну, и по сути, вот эта вот фирма ISU Это такая, ну, можем сказать Сборная солянка Тем более, хотя Сделана в Китае Made in China Ну, в принципе, бренд Довольно-таки Неплохой за свои деньги Поэтому, если подвести резюме Стоит ли покупать? Надёжная ли техника? Да, техника интересная За такую цену Это достойный вариант Очень даже интересный Единственное, что Вам важно понимать Что вам придётся Эту машину смазывать чаще То есть, вот этот вот момент Вам нужно учитывать Я ссылки в описании Оставлю под видео Как именно Вот этот вот узел Его нюансы Чем чревата смазка Ну, и кроме того Рекомендую посмотреть У меня есть на канале Видео по эксплуатации И уходу за машинами С вертикальным челноком Это, в общем-то Применимо к этой модели ICU И, помимо этого Если вы обладателем Являетесь подобной модели Которая с горизонтальным челноком И она у вас перестала шить Есть у меня мастер-класс Который посвящен Самостоятельной Регулировке, настройке Подобного плана машин Хотя и показан На примере другой модели Почему как раз В начале видео Была показана Лицевая панель Потому как Если опустить Лицевую панель То по внутреннему устройству Вы вообще не сможете Сказать Чья это фирма Ну, для меня Вот Что-то смесь была Из Джономешки Минервы Ягуара Аега Потому что Часть элементов С одной фирмы Часть с другой Часть с третьей Поэтому Вам важно просто понимать Что в принципе Механика практически У всех машин С вертикальным челноком Одинаково И если вы хотите Настроить свою машину Такая возможность В принципе Есть Что хочется сказать В заключении Для своего ценового Сегмента Для своих особенностей Машина имеет место быть Сборка Неплохая Качественная Комплектующая В принципе Для своего сегмента Очень даже неплохие Поскольку Ну, хотя идут На пути Минимизации Ну, это такой Хороший Бодрый Середнячок Если вы будете Машину регулярно Обслуживать Периодически Прокапывать Это вот Это вот Слабенькое место Машина Вам проходит Очень долго Ну, кроме того Вам важно понимать Что не следует Машину нагружать Плотными тканями Поскольку Машина В принципе Может шить Плотно Но При Шитии Плотных тканей Машина Просто Начнет стучать Поэтому Хотите вы того Или нет Машина Хотя имеет И вертикальный Челнок Хотя вроде бы Как и средний Тяжелый Но по факту Это легко Средние ткани С возможностью Шитья По плотным тканям Поэтому Если вас Не смущает То что Не нравится Мне Ну Машину Можете Смело Брать Для своего Такого Ценового Сегмента Для Своей Ценовой Категории Для дома Это Довольно Таки Классный Выбор Если Не часто Пользоваться Лет 10-15 В принципе Вам Этой машины Может хватить Но Если Вы Планируете Именно Работать На этой Машине Или С помощью Этой Машины Зарабатывать Или Вообще Берете Ее Как Машину Для Шития По плотным Тканям Ну Как бы Да Она Походит Вот Но Как минимум Машина Просто Будет Стучать Машина Будет Шумная И Какой-то Определенный Момент Может У вас Выйти Из строя Вот Этот Пластиковый Узел Пластиковая Деталь Поэтому Если Вы Хотите Шить Что-то Плотное То Рекомендую Вам Присмотреться Все-таки К другой Модели Если Шитье Плотных Моментов Не Будет Для вас Основным Нюансом Вы Смело Можете Брать Эту Модель И И И И И И И Кроме Того В Принципе Как Б Вот То Что Я Говорил Вначале Когда Запутывается Здесь Нитка Клинит Из-за Чего Машина Вам Просто Важно Следить Чтобы Когда Обрывается Нить Она Не Запутывалась Механизм Поскольку Извлечь Будет Довольно Таки Проблематично Поэтому Рекомендую Просмотреть Видео Которое Указано В описании К ролику Я думаю Что Там Найдете Для себя Много Полезного На этом Все До новых Видео Пока